Здравствуйте! Время новостей на канале Саратов 24. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать с вами о главных событиях к этому часу. Сводили на экскурсию. Вы не увидите там радиоактивные вещества. Они там не могут даже находиться. Специалисты показали журналистам завод в Горном и рассказали, как они хотят перерабатывать ядовитые отходы. На отдых отправили. У нас такой прекрасный лагерь. Здесь такая природа. Дети работников Тролза летнюю смену в лагере не пропустят. Откликнулись на просьбу помочь. Здесь есть бутилированная вода, крупы, есть одежда. Саратовцы собрали гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений в Иркутске. Какая погода за окном будет в среду, 24 июля, на Ефимью-100-жарницу? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. Роман Базан отправился в Горное на экскурсию. Предъявить всю видеоаппаратуру, которая у вас есть. Попасть на этот объект непросто. Он режимный. Журналистов и общественников проводят на завод «Горный». Вместе с ними и чиновники. Также рассказывают о предприятии по уничтожению химического оружия. Замкнутый цикл. То есть все, что мы производим, мы уничтожаем здесь. Завод построили в начале 2000-х. За это время здесь переработали более тонны отравляющих веществ. Капля в море, говорит Алексей Могильницкий. По словам директора завода, это меньше 3% от всех запасов химоружия в стране. Сейчас предприятие готово расширить. Здесь планируется введение в действие новых установок, которые будут заниматься уничтожением, обжигом грунта, строительных конструкций, металла. А также сейчас на данный момент завершаются работы с монтированной установкой по производству особо чистого мышьяка и арсина. И в дальнейшем планируется также объект задействовать на уничтожение, на переработке отходов первого-второго класса опасности. Ртутные термометры и остатки мышьяка. Старые аккумуляторы, щелочи и кислоты. Все это планируют перерабатывать здесь. Экологов интересовало захоронение отходов. Пускать туда ревизоров долго отказывались. Полигон, допустим, 3-х коммунальных отходов. Мы видели воочию, мы знаем, что такое. Нам хотелось бы посмотреть полигон захоронения тех отходов, которые сегодня здесь переработали и уничтожили. Вопрос осмотра в связи с тем, что я еще раз повторюсь, объекты ли это режимным, и полигон находится в хранении черептей. Если это необходимо, есть полная информация о проектной документации, которая является открытым. Вот взвешиваю я по 5 граммов, и потом уже, когда мышьяк делаем, добавляем его для реакции. Мерной ложкой она взвешивает цинк. Это для анализа. Людмила Владимировна – химик-лаборант. Следит, чтобы заражений в округе не оказалось. Проверяет водоемы, почву и воздух. На заводе работает с момента открытия. А это уже 17 лет. Сколько работаю, нет. Не страшно, ничего, никаких завышений нет. У нас все под контролем. Еще одно здание горного – отдел термического обезвреживания. Здесь в печи сжигают отходы. Установка состоит из двух комплексов оборудования – немецкого и отечественного. Они управляются с центрального пульта. А вот уничтожать ядерное оружие на предприятии никто не будет, уверяют столичные чиновники. Радиоактивные отходы на заводы по переработке отходов первого и второго класса опасности не пойдут. То, что в сети идет под словами «полоний», «плутон», еще там что-то, это называется неграмотная постановка вопроса. Если вы посмотрите классификационный каталог отходов первого и второго класса опасности, вы не увидите там радиоактивные вещества. Они там не могут даже находиться. По словам федеральных чиновников, в Саратове принимают отходы несколько сотен предприятий, а перерабатывают – ноль. Всего в стране должны заработать семь таких заводов. Помимо горного, комплексы появятся по Дыжевскому, Курганам и Кировому. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Отправили в лагерь. В Энгельсе начался заезд третьей смены отдыхающих. Больше двухсот школьников приехали в лагерь «Буревестник». Среди них и дети работников предприятия «Тролза». На троллейбусном заводе не лучшие времена. У завода многомиллионные долги по налогам, а на директора заведено уголовное дело. Под срывом был и летний отдых детей сотрудников. Полина Попенец расскажет, кто помог школьникам. Через два дня здесь состоится открытие третьей смены. Пока отдыхающие в лагере «Буревестник» готовятся к концерту. Младшие репетируют танцевальный флэш-моб. В старших отрядах ставку сделали на музыкальный номер. Разучивают песню Леонида Утесова. Для каждого ребенка занятость и отдых всегда важен. И какое-то внимание от семьи, от государства. Естественно, это важно очень. Тем более у нас такой прекрасный лагерь. Здесь такая природа. У нас очень замечательно здесь проводить время. У нас и бассейн, и питание прекрасное. Вместе со всеми готовятся к празднику и дети сотрудников предприятия «Тролза». В этом году их отдых оказался под угрозой. Завод на грани разорения. В феврале почти тысячу рабочих отправили в бессрочный отпуск. Генерального директора задержали по подозрению в даче взятки. Людям перестали платить зарплату. На защиту заводчан встал председатель Госдумы Вячеслав Володин, взяв эту проблему на личный контроль. Сейчас решаются вопросы по сохранению завода. Неоднократно встречался с трудовым коллективом и депутат Госдумы Николай Панков. Вы сейчас не работаете, я так понял, да? Нет. А сколько уже месяцев? Ну, года. Так чуть там. В январе мы пять, по-моему, сделали. В феврале что-то два. А за плату что-то платят? Какие деньги? Ну, две трети. Николай Панков выступил за сохранение рабочих мест. На заводе сейчас трудится больше 800 высокопрофильных специалистов. Парламентарий обращался к министру транспорта России, чтобы сохранить заказы на поставки троллейбусов. Также были приняты меры, чтобы поддержать семьи работников. В это сложное время необходимо поддержать и семьи работников. Принято решение о компенсации расходов на путевки для летнего отдыха детей в лагере. А также об отсрочке платежей в детские сады. Все эти вопросы обсуждались на встрече с коллективом. Они решаются, будут держать их на особом контроле. Огромное спасибо Николаю Васильевичу Панкову за то, что помог организовать работникам предприятия «Тролза» отдых их детей. Дети получают заряд эмоций, позитива. Они найдут себе много друзей. И я уверена, что эта смена останется у них в памяти не только на фотографиях, но и в их сердцах. Больше 20 детей рабочих «Тролзе» проводят каникулы интересной с пользой. В июле решилась и другая проблема. На ангельском предприятии погасили многомиллионную задолженность по зарплате. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов-24. Большинство россиян считает, что высшее образование не оказывает существенного влияния на материальное благополучие человека. Они уверены, что высокооплачиваемую работу можно получить и без диплома. Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. Если 18 лет назад так думали 47% респондентов, то в 2019-м в этом уверены 70%. Помимо этого, социологи отмечают рост числа россиян, которые считают, что хорошее образование не значит успешная карьера. О том, что отсутствие диплома не означает низкооплачиваемый труд, также заявили 76% опрошенных. В исследовании также говорится, что россияне стали считать образование менее доступным. При этом увеличилась доля тех, кто придерживается мнения, что диплом о высшем образовании нужно получать, потому что так принято. Мы решили узнать у саратовцев, считают ли они, что высшее образование обязательно для успешной карьеры. Человек всесторонний должен быть развит, образован, приобретает навыки и профессиональные в том числе. То есть высшее образование помогает? Конечно. Ну а вот почему он нужен, в чем он полезен, что именно? Ну в любом случае базовые знания мы все получаем в университете. Адаптацию там проходим социальную, это на практике очень прикождается. Без диплома я бы не попала на свою должность. Ну многим нужно образование высшее, но не всем. А кому оно не нужно? Ну удачным людям, либо, я не знаю, кто получил опыт по жизни, ему повезло устроиться, пройти собеседование удачно. Либо у него и знакомые, и семья, кто может ему помочь устроить. Можно ли вообще устроиться на престижную и высокооплачиваемую работу, если нет высшего образования? Сложно. Ну если знакомства какие-то есть. А кроме знакомств? Ну уж никак. Простой сварщик или электрик зарабатывает намного больше, чем тот же менеджер, который закончил высшее образование. Поэтому я вообще не вижу никакой разницы. Главное у человека, чтобы голова была на месте, либо золотые руки. Ну и имеет право, когда человек, получать знания. Знание – это свет. Без знания – не знаю. Очень тяжело. Закупили для Прибайкария. Сегодня из Саратова отправили гуманитарную помощь. Посылки собирали всем городом. Крупы, консервы, одежда – все для пострадавших от паводка в Иркутской области. Меньше месяца назад там затопило десятки сел и городов. Большая вода ушла, но людям по-прежнему негде жить. Динар Дусалиева узнала, что еще несли саратовцы для иркутян. Коробки и мешки в эту «Газель» едва умещаются. Активисты загружают одежду и предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь в течение двух недель приносили десятки саратовцев. Теперь все это отправится в Иркутскую область для пострадавших от недавнего паводка. Было достаточно много жителей, которые приносили помощь гуманитарную. Это было в трех точках у нас организовывалось. Около 40 неравнодушных групп жителей приносили нам гуманитарную помощь, которую мы сейчас собираемся отправить в Иркутск. Здесь есть бутилированная вода, крупы, есть одежда для тех, кто у нас сейчас пострадал в Иркутской области, в Тулуне. Гуманитарный груз отправляют почты. Сотрудники компании за это денег не берут. Также помогают пострадавшим. Принимают посылки не только из Саратова, но и других городов региона. По словам сотрудников, неравнодушных там ничуть не меньше. Обязательным условием обращаю внимание, что принимаем к отправке исключительно вещи новые, не бывшего употребления. Посылка должна быть надежно упакована, и на посылки необходимо проставить, указать обязательно, что это гуманитарная помощь. Дошла ли помощь, можно отследить на сайте. Всем горожанам, кто отправляет посылки, выдают чеки с трек-номером. Сотрудник компании уверяет, все посылки до Прибайкалья обязательно дойдут, ведь пострадавшим это просто необходимо. Динара Дусалиева, Роман Шельдяев, Саратов, 24. И такой была первая часть выпуска. Прервемся на рекламу и прогноз погоды. Сразу после небольшой паузы продолжим знакомить вас с новостями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кооператив «Гарант Кредит» поможет сохранить и приумножить ваши сбережения просто, выгодно, надежно. Телефон в Саратове 708-444. Здравствуйте. В среду, 24 июля, на Ефимью Стожарницу. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбье, Балакове небольшая облачность. Кое-где возможен туман. Ветер юго-восточный порывистый. Днем до плюс 31 градуса, а ночью до плюс 16. А спонсор прогноза погоды «Секонд-хенд Вова». Внимание, каждую субботу 100% смена товара. Адрес – город Энгельс, проспект Строителей 8А. «Секонд-хенд Вова». Что вы купили? Дети так быстро растут, постоянно новые одежды приходится покупать. А тут с мужем зашли в магазин «Вова». А почему магазин «Вова»? Детям купили стильные вещи. Таких точно ни у кого нет. Да еще денег хватило. Мне на платье, мужу на свитер. Магазин «Вова». Еще думайте. Проспект Строителей 8А. В Саратове и Энгельсе солнечно и также жарко. Температура днем до 29, а ночью до 19 градусов выше нуля. Атмосферное давление около 753 миллиметров ртутного столба. Вода в Волге плюс 22-23. По приметам, если в этот день солнечно, то урожай зерновых будет хорошим. Всем добра, здоровья и удачи. Увидимся. Продолжаем знакомить вас с новостями. Работаем в прямом эфире. Есть белорусские яблоки. Можно. И завтрашнего дня их будут продавать в России. Россельхознадзор отменяет ограничения на ВОЗ. Специалисты подчеркивают, что делается это под гарантией белорусских коллег. Эксперты оценили работу 51-го предприятия. Получили информацию по площади яблочных садов, сортовому составу и урожайности. Напомню, что ограничения действовали на белорусские яблоки с апреля месяца. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». Следственный комитет сообщил о задержании руководителей сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При пожаре в лагере погибло четверо детей. Напомним, детский палаточный городок, расположенный на горнолыжном курорте Халдаами, сгорел в ночь на вторник 23 июля. На его территории находилось 26 палаток, в которых отдыхало 189 детей. Официально причины пожара пока не называются. Местные чиновники заявили, что проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря. И о его работе никто не знал. Миграционный приток населения в Россию в январе-апреле обновил максимум за 10 лет и составил 98 тысяч человек. Об этом сообщают РИА Новости. Специалисты такую динамику называют аномальной. Миграционный прирост населения в России за первые 4 месяца резко увеличился, превысив значение всех предшествующих 10 лет. Численность иностранных трудовых мигрантов в России несколько выросла, а доля легализованных на рынке труда среди них сократилась. Говорится в мониторинге экономической ситуации России. Полицейские задержали молодых людей в костюмах ангелов и демонов. Все произошло на Красной площади в Москве. Группа девушек танцевала напротив Кремля. Если вы подумали о вечной борьбе между добром и злом, то нет. Задержали их за танцы и несанкционированную акцию во имя любви. Молодых людей сопроводили в ближайшее полицейское отделение, сообщает МЭШ. Чем все закончилось, неизвестно. Провели урок экологии. Сотрудники нефтеперерабатывающего завода отправились в противотуберкулезный санаторий. Там для маленьких пациентов прочитали специальную лекцию. Ребятам рассказали о современных природоохранных технологиях и продемонстрировали видео о том, как можно помочь спасти планету от загрязнений. Альфия Багапова знает подробности. Мы знаем, что пластик разлагается очень долго, степло практически не разлагается. Любить природу учат с детства. Именно для этого экологи Саратовского нефтеперерабатывающего завода приехали в противотуберкулезный санаторий. Маленьким пациентам объяснили, как сохранить окружающую среду и оптимально использовать природные ресурсы. Сегодня был проведен урок природолюбия. Пытались привести бережное отношение к окружающей среде, к растительному и животному миру. Также обращение с водоемами и зелеными насаждениями. Завершился урок творческой частью. Чтобы закрепить полученные знания, ребятам предложили разрисовать холщовые эко-сумки. Не остались в стороне и самые маленькие пациенты санатория. Детям предложили нарисовать картинки мелом. К нам сегодня приезжали гости. Мы рисовали про лето животных, море, русалок, деревья, насекомых всяких. Нам дарили подарки. И нам все понравилось. А вам, детишки, понравилось? Да! Подобные уроки для детей, проводимые экологами нефтеперерабатывающего завода, стали уже традиционными. Ранние специалисты побывали в социально-реабилитационном центре возвращения для несовершеннолетних. По их словам, такие мероприятия очень важны для будущего поколения. Поэтому экологическая акция будет проводиться регулярно. Альфия Багапова, Максим Пустовалов, Саратов-24. Заявили о себе уже несколько месяцев в социальных сетях. И на телеканале Саратов-24 выходит новый проект «Люди толка». В жанре интервью ведущий программы задает собеседникам вопросы, в том числе пикантные и провокационные. Гости же рассказывают свои секреты успеха и делятся личной жизнью. По словам авторов проекта, принять участие в съемках могут и люди немедийные. Рану Шагинян расскажет, кто уже засветился в «Людях толка». Я так долго ждала интервью с тобой. Я очень ждала. Ждут интервью с ним, как своего звездного часа. В новом проекте «Люди толка» ведущий знакомят зрителей с интересными людьми в регионе. Известные блогеры, пластический хирург, спортсмены и предприниматели. Перед камерами они рассказывают не только о личной жизни, но и раскрывают секреты своего успеха. Производством такого проекта занимается собственная продакшн-студия «Кит-медиа-холдинга». Передо мной, рядом со мной, находится реальный железный человек. И это не Тони Старк, это Диана. Блин, мне нравится Тони Старк. Гораздо симпатичнее, чем Тони Старк. Не, он клевый, но извини. Ладно, Тони, прости. Посмотреть интервью можно на телеканале «Саратов-24», услышать на радиостанции «Серебряный дождь» в Саратове, а оставить свой отзыв на YouTube-канале. Там же самые популярные видео, набравшие несколько тысяч просмотров. По словам автора и ведущего проекта Андрея Суворова, зрители могут не только наблюдать, но и стать гостями программы. «Здесь, с точки зрения жанра, нового для зрителя, наверное, ничего не будет. Но, с точки зрения подбора гостей, это люди из нашего региона или из регионов России, которые добились чего-то именно в регионах, это уже интересно. Федеральных проектов масса. А вот интересных региональных проектов, на наш взгляд, это мой взгляд, взгляд команды, которая вместе со мной делает, творческая группа, которая делает этот проект. Вот таких проектов не хватает. Мы бы хотели внести свой вклад». На протяжении нескольких месяцев работы было снято около 20 интересных историй. Познакомиться с ними зрители смогут на YouTube-канале «Люди толка». Там же каждый вторник в 18.00 публикуется новое интервью. Рано Шагинян, Вячеслав Соленков, Саратов-24. О главном к этому часу все еще больше новостей на нашем сайте saratov24.tv. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Одежда ведущего предоставлена магазином «Брайтман». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова